Привет, друзья! С вами Инесс, и это очередной выпуск полной контры. На этот раз на повестке дня у нас Пускар. Пускар разваливает кабины так, что это вообще даже не смешно. Пришло время его за контрей. Сила Пускара заключается в его невероятной живучести, которая порой может оказаться очень неожиданной для его противников. Благодаря пассивной способности Берсеркер Блад магическое сопротивление Пускара при получении большого количества урона может доходить до отметки в 80%. Одновременно с этим первый скилл Иннервиталити в случае, если Пускар получил много урона, начинает лечить его сумасшедшей скоростью. Сам же Пускар, потеряв много здоровья, становится настоящей машиной для убийства, так как его скорость атаки без единого предмета на ее увеличение может достигать трех ударов в секунду. А такая скорость и многим агильщикам не снилась. В итоге, отняв Пускару большую часть здоровья, часто мы сталкиваемся с ситуацией, где из-за огромного количества его регена и магического сопротивления добить его мы не можем. Он становится просто неуязвим, а сам при этом наносит колоссальный урон, при этом дополнительно лечаясь за счет доминатора или сатаника. Действительно, без специальных средств тут не разобраться, но в доте на каждую напасть есть своя полная контра. Для начала о героях, которые контрят Пускара. Первыми, на кого стоит обратить внимание, это те парни, которые наносят чистый урон своими заклинаниями. То есть Омни Найт, Бэйн, Тимпер, Квин оф Бэйн, Лина, Дум и Энигма. Омни Найт, Бэйн и Тинкер хороши на старте, но теряют пользу со временем. Урон от их заклинаний не столь велик, и он не работает через магическую неуязвимость. Как только Пускар купит БКБ, они сразу станут менее эффективны. Несмотря на это, Омни Найт и Бэйн являются хорошими саппортами против Пускара не только из-за чистого урона со своих заклинаний. Омни Найт может спасать союзников от ультимейта и огненных стрел Пускара репелом. Ультимейт же самого Омни Найта здорово контрит любой физический урон, в том числе и урон от Хускара. Бэйн может остроить Хускара в лейте своим ультимейтом, даже если Хускара будет в БКБ. Тинкер является неплохим вариантом в мид. До момента покупки БКБ и после того, как БКБ будет заканчивать свое действие в драке, Тинкер может фактически бесконечно накладывать на Хускара промахи при помощи лазера. Но рано или поздно Хускар купит МКБ и польза Тинкера тоже станет сомнительной. Квин оф Пейн и Лина являются более интересными вариантами за счет своих мощных ультимейтов, которые наносят чистый урон сквозь БКБ. Благодаря им можно добивать Хускара в момент, когда у него очень мало ХП и когда он наиболее опасен. Дум — это прямая контра Хускару. Он также наносит чистый урон через БКБ, к тому же он не дает активировать Хускару его лечение. Если же усилить наш Дум при помощи Аганима, то Хускар потеряет и свою пассивку. В результате он станет совсем не страшный и очень уязвимый мишенью. Энигму, как контра Хускару, вряд ли кто-то рассматривает. А ведь очень зря. Дело тут вовсе не в Блэкхолле, как могли многие подумать. Все дело в Миднайт Пульсе. Это заклинание наносит чистый урон через БКБ в огромных количествах. Учитывая, что Хускар боец весьма контактный, заманить его в драке на поляну, не составит больших проблем. А там он сгниет крайне быстро, и никакая пассивка ему не поможет. Еще два персонажа, которых я бы рекомендовал из-за возможности вносить чистый урон — Инча и Девауэр. Если Девауэр беспомощен против БКБ, то Инча вовсе нет. Инча с Аганимом способна очень эффективно расстреливать Хускара с огромного и достаточно безопасного расстояния. Казалось бы, есть еще и Сайленсер, но он не так хорош. У Инча и Девауэра, кроме модификатора атаки, есть и другие бонусы. А вот у Сайленсера, кроме его атаки, больше ничего и нет. Помимо чистого урона, Хускар весьма уязвим и к большому физическому урону из-за достаточно малого количества врожденной брони. Очень хороши Виндрейнджер и Сладар. Особенно в комбинации друг с другом. Сладар снижает броню на целых 20 единиц. Такая цель для Виндрейнджера является сладенькой булочкой, которая умирает в считанные секунды. Сладар будет хорош в комби и с другими физическими ДПСерами, такими как Клинкс, Снайпер, Тролль, Урса, Фантом Ассасин и большинством остальных. Не забывайте про визажа. Его птицы по количеству физического урона могут дать фору некоторым кэрри, особенно если купить Солар Крест и вешать его на Хускара. Вместо Сладара весьма успешно может занять Дазл. Главное кидать ультимейт на Хускара непосредственно до драки, чтобы получить максимальный эффект от снижения армора. Еще одним неплохим вариантом является пик кэрри иллюзиониста. Хускар, как любой герой, который бьет в одну цель, крайне уязвим против иллюзионистов. К тому же все иллюзионисты специализируются на нанесении урона физикой. Особенно эффективен может быть Хаос Найт, собравший манту. Любые попытки убить Хускара через станы или магические прокасты стоит откинуть. Скорее всего, ничего путного не выйдет, и Хускар будет весело пританцовывать на ваших трупешниках. Помните, только чистый и физический урон. Это, конечно, не значит, что вам нужно отказаться от любых персонажей, которые наносят магический урон. Конечно, нет. Однако не переборщите с ними. Против Хускара обязательно иметь одного-двух персонажей, которые каким-либо образом его контрят. Остальные герои могут быть практически любыми. Перейдем теперь к одной очень важной фишке Хускара — его лечению, о котором речь шла в начале. Это лечение во многом и является причиной, почему Хускара невозможно убить. В Лейте оно лечит какое-то сумасшедшее количество здоровья. Многие не знают или забывают, что это лечение с Хускара можно очень легко снять. Для этого достаточно воспользоваться любым диспелом, коих в доте немало. Диспелами обладают Оракл и его первая способность, Синий Дух в Ультимейте Брумастера, Торнадо Инвокера, Ультимейт Шадоу Демона, Иул и Диффузал. Если Оракл вообще герой спорный, Синий Дух Брумастера не всегда доступен, а у Инвокера может быть кулдаун на Инвок, чтобы сделать Торнадо, то вот Шадоу Демон, Иул и Диффузал — это отличные меры. Иул и Диффузал хороши, но теряют свою актуальность, если Хускара находится в БКБ. Их просто нельзя на него применять. Но это не касается Шадоу Демона. Просто не тратьте ультимейт до того, как Хускар не начнет лечиться. После этого сразу снимите с него лечение. Такой подлянки он вряд ли ожидает. Шадоу Демон становится еще лучше, если он сможет купить себе Аганим. В этом случае у него будет целых три заряда на ультимейте, один из которых всегда можно будет использовать, чтобы снять лечение. Еще один невероятно крутой бонус Шадоу Демона с Аганимом заключается в том, что он может выключить пассивку Хускара на целых пять секунд. Хускара без лечения и без пассивки — это вообще не боец. Не стоит также забывать и про Ancient Operation. Его ультимейт отключает любые лечения. Притом неважно, находится Хускар под БКБ или нет, лечиться он все равно не сможет. А если Хускар неудачно отключит Армлет, то и вовсе может моментально откинуться от эффекта ульта Operation. Ну и последним советом по героям будет Акс. Я уже не раз отмечал, что Хускар очень опасен, когда у него малое количество здоровья. А мы все прекрасно знаем, как Акс любит тех, у кого мало здоровья. В заключении пара слов об артефактах. О пользе Иула и Дипузала для снятия лечения я уже сказал. Неплохим выбором будет Silver Edge, так как он полностью отключает пассивку Хускара на пять секунд. Если купили Silver Edge против Хускара, старайтесь не использовать его на старте драки. Подождите, пока Хускар потеряет большую часть здоровья. Дальше выключите ему пассивку и можете смело уничтожать его даже заклинаниями. Хороши также SolarCrest и Alibarda. И то и другое можно кинуть в лицо Хускару и сделать его менее эффективным на некоторое время. Ну и естественно не забываем про Хексы. Нынче очень модно стало покупать Бладстоуны, Скади, Шивы и еще черт знает что, но только не Хекс. Конечно, так остановить не только Хускара, но и любого другого отожженного Кэрри может быть проблемно. Согласитесь, что гораздо приятнее, когда вражеский Кэрри превратился в овцу и беспомощно бегает по полю боя. На этом у нас все. Хускару вообще в вафле. Я, если честно, сам не ожидал, что существует столько отличных способов его законтрить. Ну и теперь вы тоже в курсе их всех. Удачной охоты, друзья. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok